Всем привет, ребят! Это новый влог. Сегодня он будет такой информативный обо всем. Сейчас готовлю кексы, покажу вам. Это классный рецепт тыквенной кексы. У меня он есть на канале, но там буквально 3 минуты. Там не было концовки, так скажем, сколько готового варианта кексов. Я все сняла сейчас вам. Подробный там рецепт, а здесь сколько в итоге получается и в разрезе. Потом еду на дачу, беру вас с собой. Необходимо довести там до ума клубнику. В общем-то, немножко обо всем. Кому интересно, оставайтесь со мной на канале. Начинаем сегодня свой день из кексов. У меня есть на канале, девчонки, пройдете, посмотрите. Тыквенные кексы. Там очень короткий рецепт. На 3 минуты вам сняла. Он быстро делается, все смешали. Ну, миксер, конечно, нужен сахар с яйцами взбивать. А так очень бюджетный, без молока, без кефира. Тесто вот такое вот получается. У вас на камере оно желтое. Оно в жизни оранжевое. Видите, по плотности какое. То есть оно густоватое. И сегодня решила эти кексы сделать с утра, так скажем. Покажу вам их в готовом виде. Очень классные, бюджетные. Сегодня такое будет видео в формате. Немножко обо всем, ребят. Поскольку необходимо тоже поехать и на дачу. Там ранее высаживала клубнику. Ее необходимо удобрить. Я там говорила, что надо будет удобрение поподливать. Перегной я не вносила. И вот я его купила. И поедем с вами работать также с клубникой. Также необходимо там листья пообрезать у нее. Не все. Что-то оставить. Ну, в общем-то, сегодня такой формат. Немножко обо всем затронем. Формочки только силиконовые использую для кексов. Они проверенные. Они прекрасно работают. Нехорошо выпекать кексы. Вот этот рецепт присмотрите. Сейчас сезон тыквы. Он вообще бюджетный. Тем более занимает так мало времени. Само дольше здесь по формам распределить тесто. И взбить сахар с яйцами. Все. Все остальное. Вы просто замешиваете все ингредиенты и все. Готовьте. Там есть у меня ранее на канале этот рецепт. Все хорошо с этих форм достается. Хотела вам по весу показать. Вот такой вес на эти ингредиенты. Еще теплые. Остывают кудры. Как всегда присыпаем и все. Готовьте. Кому там интересно. Рецепт у меня есть. Тыквенные кексы подписан. Проверенные, так скажем, ребят. Такие домашние кексики получаются. Бюджетные и вкусные. Девчонки, пью чай как раз. Хотела вам показать в разрезе, какие получаются. Вот такие вот. Они мягенькие. Просто обалденные, ребят. Вообще. В меру сладкие. То есть они не такие, знаете, сильно сладкие. Смотрите. Просто обалденные. Бюджетные. Классные. Вот такой рецепт, девчонки. Заходите. Там оставила вам коротенький рецепт. Я уже на даче. Хотела вам показать, что тут светет еще. В октябре месяце. Вы смотрите, как вербена. Это просто. Ребят, показала себя. Просто шикарная. Я уже говорила, я ее высаживала впервые в этом году. Но ее необходимо групповыми посадками. То есть, видите, я так кустами, то есть ее там-там посадила. Красиво, когда я смотрела молодого человека, там канал, у него о цветах. Он прямо вот так в круг, допустим, высаживает все вместе. И вот когда они цветут, это очень красиво. К сожалению, камера не передает, ребят, ее натуральный цвет. Она очень красивая. Такой нежный цветок вообще. И вот в октябре месяце она еще, как видите, цветет. Хотела вам показать. Розочка уже, видите, пооцветала. Буду пробовать ее укоренять вместе с вами. Но не сегодня. Сегодня у меня на это нет времени. Вот уже все, она пооцветала. Вы видите, на солнце. На солнце тепло, но ветер холодный. Хотела показать также вот эту вот. Смотрите, тоже у меня еще одна розочка. Цветут. Красотки. Эту тоже, возможно, попробуем укоренить. Не знаю, посмотрим. Но это не в этом выпуске, так скажем. Сегодня совсем другая работа, ребят. Такая тоже красивая она. Очень такая необычная, как по мне. Ну, кто-то скажет обычная. У каждого свои вкусы. В вкусах не спорят, как говорится. И туния вот так уже доцветает. Посмотрите, какой алисиум тут на клумбе разросся. Вообще шикарный. В октябре месяце он чувствует себя отлично. Хотела также вам показать. В этом году я высаживала. На канале у меня есть видео, как посадить розы. В августе я закупала 10 саженцев. Красная одна отсвелась. И вот, думала, будет желтая. Вот, ребят, она белая. Не знаю, возможно, еще поменяет. Такая необычная вообще. Такая пышная-пышная. Вот на примере вот этой я показывала, как высаживать. Вот возле этой розы она сразу мне посажена. Я думаю, все окей с ней, ребят. Еще успела даже зацвести. Я очень довольна. Конечно, не все принялись из 10. Но все же в этом году уже цветет. Цветет. И там еще не было видно, какие будут сорта. Ну, именно по цветам продавец отправил вот так вот саженцы без названий, так скажем. Самая большая переживала за вот эту вот, которая была самая большая. Видите, какой у нее ствол по толщине. Я думала, она самая больше будет болеть. Ну, ничего подобного. Ребят, смотрите. Видите, тоже будет красная. Но она такая. На этой оставались там, когда он прислал бутоны. Что-то подъело, что ли. Но уже не буду в этом месяце ничем травить. Хватит. То есть, ту, которую я думала, что нет. А нет, ребят. Все хорошо, это принялось. Вот это самая первая зацвела я вам показывала. На этой тоже вот есть вот эти вот крапления какие-то. У меня ранее там есть. Она тоже такая бордовая, такая темная. И вот еще, смотрите. Бутончик выпустила. Еще будет свисти. Вот такая красота. А эти пока сидят. Это и еще одна, ребят, не хочет. Не знаю, я думаю, может, все-таки на следующий год. Видите, засушила она немножко веточку одну. Может, все-таки она примется. Пока нет у нее признаков жизни, как говорится. Она и не сухая, но тем не менее, видите, ничего. И вот эта тоже, миничка, я так понимаю. Она такая прям была не сильно, ну, саженец такой большой, коротенький такой, как бордюрная, знаете. Много было цветов. Ну, вот и пожалуйста. Тоже пока ничего. Хризантемки скоро расцветут. Это обычная такая. Высаживала я весной. Она такая оранжевая, красивенькая. И эти тоже мультифлоры, которые я покупала, тоже скоро будут. Смотрите, какие на бутонах уже. Тоже продавец без названия там отправлял. Кто со мной этот знает. У меня была распаковка их. Отлично они зимуют. Продавец написал, не беспокойтесь, не посмотрим. У нас не такие суровые зимы. Думала, будут на следующий год свести. В этом году уже посмотрим, девчонки, какие будут цветы красивые. Хотела показать вам, какой укоренитель я купила. Вот такой вот, ребят. Я его беру впервые. Это не реклама. Я за свой день не покупала. Ну, предложили. Вот такой вот я согласилась. Саженцы, семена, рассаду можно. Эффект биостимуляции. Ну, в общем-то, комплекс микроэлементов, фитогормоны, витамины, гумат, пуштыновая кислота. Ну, было выгоднее взять такую большую пачку, поскольку весной тоже можно ее укоренителем этим. Ну, можно и розы пополивать. Тоже ничего не будет. Получается 1-2 ложки на 5-9 литров. Вот это всего. Вот тут все описание, что он делает. Саженцем ему вот помогает. Туда-сюда. Вот этими будем сегодня заниматься. Поскольку необходимо все-таки ее чем-то попроливать, клубнику. Кто пропустил, девчонки и мальчишки, вот высаженная клубника у меня. Я покупала 40 кустов. Успела посадить, тогда как раз моросил дождь. Но земля здесь, ну, мягко скажем, не очень неудобренная. По-хорошему, конечно, я посмотрела. Перегной любит клубника. По-хорошему, конечно же, под агроволокно посадить, высокие грядки. Но, девчонки, в этом году так. И на следующий. Не знаю вообще, так что-то планировать сейчас невозможно. И я принимаю решение все-таки посадить и, возможно, собирать урожай клубники на следующий год. Не хочу ничего выжидать, когда это случится. Высокие грядки или агроволокно. Но я не буду рассказывать, как правильно садить клубнику. Эта масса есть на это видео, на ютубе. Садоводы, профессионалы. Заходите к ним и смотрите. Я пыталась ее высаживать, не заглубляя вот эту вот шейку. Это самое главное условие. То есть ее нельзя заглублять. Но она имеет свойство, когда вот проливаете, 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 ее может замулить. Вот это, конечно, не рекомендую. Это основные такие аспекты, которые я посмотрела. И, допустим, ее можно высаживать осенью, некоторые я знаю, весной. Вот видите, вот шейка, она не заглубленная. Ну, кое-где не получалось, ребят. Но это тогда я очень спешила, поскольку очень была плохая погода. Начинался дождь. Прям сильно так тщательно. Я не скажу, что и тут с каждым кустом. Пыталась, пыталась. Повторюсь. Начиная с августа можно высаживать клубнику. Да, тем более у нас климат сейчас поменялся. Вот октябрь месяц. У нас еще тепло. 22 днем, то есть. Но ее надо до зимы, вот, как я посмотрела, укоренителем хорошенечко проливать. И также рекомендуют, вот, если вы высаживаете, допустим, это август, сентябрь, то есть август, конец, сентябрь, начало, то оставляют два листика. А если она в зиму уходит и высадите где-то в октябре месяце, 3-4, это минимальная листья, чтобы остались на ней, чтобы она все-таки что-то взяла из листьев, корешок. Вот так рекомендуют. Вот сегодня я этим и буду заниматься. Не знаю, буду показывать или нет. Тут ничего необычного. То есть разводим укоренитель. Я уже сказала вам, две ложки. Вот этих мерных, которых там будут. Я покажу на ведро. И все буду проливать. Ну, перед этим ее подстрелу. Вот эти листья лишние, которые... Видите, какие есть. Еще, скорее всего, в зиму ее замучирую. Вот если по-хорошему. Ну, в общем-то, ребят, вот такая вот сегодня тема клубничная. Кому интересно, пишите. Ваш опыт будет интересно прочитать. 70 между рядей я оставляла. Почему я так много отступила? Здесь получилось у меня вот именно по одному ряду разная сорта. Вот так. Планирую вообще усы будет давать вся клубника. И вот так вот буду туда также пересаживать. То есть планирую, там у меня есть место, вот половина это точно засадить, это клубникой. А там посмотрим. Так планирую, а получится или нет, посмотрим в дальнейшем. Так, давайте посмотрим на вот этот укоренитель. Извиняюсь сразу за шумы. Перчатки положили, ребят. Я не буду перчатки. Попытаюсь аккуратно. Вот такая ложечка идет. Видите, положили тоже. А укоренитель вот так. Порошок. Вот такой выглядит. Видите, вот такой вот. Наготовила уже воду. Две вот этих мерных ложки. Буду сюда разводить и все подливать, как говорится. И ждать урожая на следующий год. Я надеюсь, еще успею неоднократно пролить. Надеюсь, сдаст погода. Какие-то вкрапления. Одна. Вторая. И сюда тоже. Естественно, все поразмешивать необходимо. Плубнику там листья уже подготовила, пообрезала. Ну, расход такой, ребят. По две ложки. Уже полпачки почти нет. Такое неэкономное. Все размешиваем сейчас. Палочку какую-то найду. Хорошенечко все размешиваем. Постоит еще, порастворяется. И буду начинать подливать клубнику. Солнце уже спряталось, ребят. Уже холодно сразу же. Похолодало. Видите, немного вода поменяла цвет. Как-то так. Сейчас постоит минут пять. И буду проливать. Вот так все выглядит. Все хорошенечко попроливала. Вот этим укоренителем. По два раза проходилось. Хорошо так, луночки. И листья тоже поубирала. Оставляла три. Три-четыре. Ну, смотрела по листьям. Где так более. Прямо здесь их оставляла. Ничего себе. Не буду их убирать. Ничего им не будет. Все успела сделать. Уже вечер, темнеет. Вот такая вот работа сегодня. Довольная, что успела укоренить. Ну, попроливать укоренителем этим. Ну, там написано от двух до четырех раз. То есть на месяц вот этим надо подливать. Надо себе, то есть, пометить. И неделька пройдет. И еще. Порошенечко попроливать. Таблочки пока висят еще. Не поспели. Все, ребят. Вот такая вот работа. Вот такая вот клубника. Пока весной посмотрим с вами. На весной все. Надо старые все листья удалять. Ну, посмотрим. Посмотрим, как она приживется вообще. Сколько приживется. Что вообще у нас получится весной, ребят. Сорта я там с моей Гаврилой на видео какие. Оставляла, то есть, заказывала. Как раз. Вот такая вот территория получилась клубники. Вот так вот. Как-то так. Все, ребят. На этой нотке с вами прощаюсь на сегодня. Все. Всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.